всем всего доброго всем доброго времени дня или ночи с вами стаскобальт это канал стаскобальт вот решил закатать тут видео просто такой бой получился довольно таки приличные и тем более я выкачал этот борщ и сейчас продаю почему продаю потому что да он уже не такой как был раньше сейчас попозже я расскажу как его характеристики поменялись за все это время да просто вот такой вот бой получился поэтому записал тем более его продал в очередной раз да с другого аккаунта я его тоже продал из этого тоже я продал этот борщ в свое время имба да сейчас его заменил скорпион поэтому они его сделали вот таким вот не очень таким вот комфортным танком довольно таки приличная стрельба виде про получается на нем но не всегда немного он кривоват стал даже у меня перк прокачен на нем боевое братство но не прокачено не ус не стоит на нем вентиляция так как вентиляцию на нем нельзя ставить вот довольно такие смотрите опять я играю надо сказать что без читов без всяких накруток обычными бэбэшными снарядами без голды как говорится без всяких там дополнительных пайков вот довольно таки неплохо получается просто я оставляю эти танки которые действительно как бы имбовые поэтому думал я этот танк оставить но после того как я посмотрел как они его просто понерфили поэтому смысл его оставлять не стоит вот сегодня буквально я купил в это house который 9 уровня он гораздо гораздо мощнее гораздо приятно гораздо первые бои даже там самые такие на нем получились очень такие интересные вот гораздо я смотрел на нем гораздо стрельба на нем такая комфортная видимо скорость снаряда на нем сделано гораздо больше поэтому даже со стоковой пушка он буквально шьет там всех подряд вот смотрите как с лт убью красиво без даже он не светился просто приблизительная стрельба вот поэтому так вот красиво получилось это вот знаете как вот если кто щитами они наводятся и потом захватывают цель а потом убивают вот я убиваю без захвата его не захватил и просто по наведению стреляю вы видели сколько танков я уже уничтожил таким способом ну вот в этом бою уже 4 до так что надо еще сказать да по танку жалко что вот понерфили это один из моих любимых танков в прошлом на нем была скорость свое время 45 и может даже больше но 40 точно было то есть такая была скорость что я помню с одного конца до другого конца карты я до нем долетал быстрее всех остальных убивал двух троих вот то есть а сейчас он тащится он просто ну как перестал ездить он еле-еле ползет можно так сказать поэтому стал менее комфортный он танк в этом потому что для него у него было такое преимущество как мобильность и высокая такая скорость поэтому и ноутом такой был занижен и поэтому быстро можно было на нем выехать из как бы и спрятаться потому что он он как этот фанера бьется во все места вот поэтому вот такие качели здесь сейчас пойдут качели пойдут до прочекал я насчет статы насчет статы я буду говорить следующем видео там накопилось поэтому буду говорить следующем видео там будут будут будет показательный бой в котором я скажу там на каком танке вот там ну как какая стата у игроков было и на каком танке я там тоже затащил тоже не очень в комфортном танке но тем не менее просто наглядный бой будет потому что там предыдущее видео по статистике я делал менее как бы иметь и понятно было по прочековал сейчас будет более понятно но не в этом бою в следующем видео так вот видите какие качели вот вот такие бои да они действительно интересные жалко что их меньше и меньше вот с каждым разом все какие-то либо turbo сливы либо turbo победы вот видите сейчас одинаковый счет одинаковая во всех смыслов потому что двер ты ни у кого из игроков нет преимущества просто да как делать вот в этой ситуации да как это да сейчас я уравняю счет но сейчас все равно как бы видну как бы даже я счет в нашу пользу но у нас будет все равно смотрите какие у нас будут неприятности потом то есть поэтому вот в этом заключаются качели вроде все в порядке вроде тут осталось то е-мое всего-то ничего два врага вот казалось бы но смотрите как меняется ход ход игры премиум танк сейчас он начнет творить какие-то чудеса уже начал да вот арта его не может там забрать у меня 7 фрагов захожу отсюда думаю может быть он где нибудь его светонул я его даже не мог не мог засветить у меня просветленка стоит кстати просветленку я так понял лучше не ставить потому что просветленка что-то какая-то тоже не понятное не знаю неё и на лт просветленка я играл хуже с просветленка именно и вот здесь тоже просветленка что-то она большого результата сейчас не дает лучше ставить по моему трубу трубу вот сейчас я на ВТ 9 уровня поставил вот да продал ей надо еще сказать тайпа 5, 10 уровня тайпа 5 очень некомфортный танк никому не рекомендую японский вот чисто сделан для того чтобы вы играли просто на голде слабое у него там пробитие разочаровался в этом тайпе 5 его все шьют 10 уровня потому что он на голде все на голде на десятке его шьют очень быстро вот поэтому танк ни о чем сейчас советский танк объект 257 качаю как выкачу и скажу какой он во всяком случае и быстро я прошел и ИСы и сейчас вот ИС 3 вот ИСМ тоже может быть чуть-чуть попозже выкачу и может быть чуть-чуть попозже куплю потом скажу как он чем он отличается вот вообще советскую эту технику нереально апнули вообще не могу я шкодой даже там какие-то танки просто не пробиваются особенно советские 9-10 уровнях вообще не шьются ни в бок практически не пробивается вот видите как сейчас я поступлю я просто он пошел крушить арту у него это хорошо получается в принципе я сейчас один на один с ним останусь я быстро понимаю реагирую быстро что у него 100% хп у меня очень он меня забрал очень здорово и два выстрела по мне или он мне поджог сделает и все с одного выстрела просто убивает поэтому хорошо здесь вот кусты есть прячусь в конец базы вот один на один остаюсь видите захват проходит если бы он сейчас на всей скорости скорость у него довольно-таки приличная на меня пошел бы он бы меня мог вынести просто снести но я сейчас вот да заряжаю голду единственный раз видите до этого я был на ББХ можете просмотреть все все на ББХ я стрелял да надо сказать что девятки десятки уже на ББХ тяжело на нем пробивать довольно таки у меня были на нем нереальные бои конечно до его нерфа сейчас просто невозможно играть на этом танке 35 на нем максимальная скорость вот хотя бы 38 оставили вот 38 по-моему на нем была даже 38 не оставили было 40 даже 40 с чем-то я помню на этом танке скорость очень-очень жалко танк очень-очень хороший очень имбовый так что вот ВТ может быть оставлю девятого этот уже продал такие дела ребята смотрите он тут выезжает выезжает едет прямо на меня запоздал он и я вот жду хотя и на Галде я понимаю что здесь может быть и рикошет не пройдет он мне сможет сбить захват видите он еще в меня стреляет но уже все вот такой вот Тачинский бой так что всем всего доброго всем пока с вами был Стас Кобальт до следующего видео следующее видео будет по статье кстати не забываем смотреть этот скоро будет Тихоокеанский рубеж сделаю на него скорее всего прогноз один из самых лучших будет фильмов в этом году скорее всего вот поэтому обязательно на него надо всем сходить ну здесь такой рейтинг был одинаковый практически поэтому такие дела всем всего доброго всем пока с вами был Стас Кобальт